Просто сейчас с нами на прямой связи Михаил Подоляк, советник главы офиса президента. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Наш коллега детально проанализировал все, что сегодня происходило в Москве. И вот эта вот речь Путина, ожидали от нее каких-то и мобилизаций, и ядерного шантажа, и, возможно, референдума на оккупированных территориях. Но сегодня не прозвучало ничего. Нет ли у вас впечатления, что Путин пытается сдать назад? Я бы вообще не говорил в таких категориях сдать назад или вперед. Мне кажется, что они сегодня не очень ориентируются в пространстве. После того, что происходит в Украине, они потеряли ориентацию и в географии, и в истории, и в культуре, и во всем остальном. И для России надо будет потом проходить все это с нуля. Вы знаете, мне кажется, что эта речь очень депрессивная, очень бессодержательная. Она ничего существенного не дополнила, кроме одного. Это была речь, в которой три пятых или четыре пятых всей речи было посвящено оправданию своей вероломной, циничной войны против Украины. То есть он еще раз попытался доказать, что имел право, потому что где-то на так, тут-то что-то и так далее. То есть это классическая модель поведения неуверенного в себе человека, который не знает уже аргументов. Но страна, его страна уже постепенно впадает в депрессию, потому что, конечно, это же очень крутая страна, которая 75 дней завоевывает одно село в Карьковской области или в Донецкой области и так далее. Это очень крутая. Они же так гордились этим, что они могут и с Кандерами своими поставить всех на колени. Вот они сейчас очень гордятся. На самом деле они все впадают тоже в депрессию. Хаотизация в России нарастает. Это все чувствуется. То есть вот эта пропаганда перестает работать, потому что ты каждый день говоришь, что мы сейчас за 30 минут сожжем весь мир в ядерном пепле. Условно говоря, это все перестает на людей работать. Люди понимают, что последствия, авантюры под названием вторжение, полномасштабное вторжение в Российскую Федерацию будут, несомненно, уничтожающими государство под названием Российская Федерация. Так вот, мне кажется, что вот эта речь господина Путина очень хорошо коррелирует с легендарной нашей пословицей уже про русский военный корабль и в той тональности. Мне кажется, что в этой пословице был изначально правильный посыл. Нужно было бы понимать, услышать ее, почувствовать эту пословицу уже тогда и понять, что в Украину заходить дальше нельзя. Нужно искать возможность выйти из нее. Вот эта речь сегодняшняя на параде, она как бы депрессивно доказала, дальше для Российской Федерации будет только хуже. И дальше будет только одно направление, по которому Российская Федерация будет двигаться в своем историческом движении. Михаил, ну знаете, русский воздушный корабль, вот этот самолет судного дня так называемый, он тоже куда-то сегодня исчез. Я уж не знаю, по тому ли направлению, но в целом, если говорить об отмене воздушной, вот этой части парада, стоит ли на это делать отдельный акцент? И как вы думаете, почему так произошло? Потому что мы видели небо над Москвой. Я бы сказал, что Россия, в принципе, двигается все время по одному направлению, это ее любимое направление, и она сейчас в историческом смысле, я бы даже шире сказал, философски сказал, она двигается в этом направлении, как нация, да, то есть вот как империя, вернее там недостроенная империя и так далее. Нет, я бы не преувеличивал значение вот этого фактора, что они не использовали сегодня авиационную технику на параде, да, это один из элементов краха системы, да, то есть у них еще достаточно ресурсов, конечно, стрелять по нашим городам ракетами, у них еще достаточно ресурсов заходить на Восточную Украину и устраивать там артиллерийские дуэли или даже пытаться прорвать нашу оборону. Они ресурсно еще обеспечены, поэтому я бы здесь шапка закидательских настроений не испытывал, да, то есть все-таки мы должны готовиться дальше, мы дальше должны отражать экспансию, мы дальше должны воевать. Для нас это очень важно, потому что мы идем по правильному пути. Вот все, что касается вот этого неприсутствия, например, авиационной техники, это свидетельство того, что крах, крах конкретно в каждой части начинает превращаться в реальность. Это все будет реальной жизнью Российской Федерации, которая будет идти от развития регрессивно к депрессии и дальше, ну, по сути, там, к средневековью, туда, куда они хотят зайти, да, то есть они, объявив эту войну, по сути, обнулили свои, скажем так, цивилизационные цели, и теперь у них цели вернуться в начальное развитие всех человеческих популяций. То есть куда? Ну, к неандертальцам, наверное, там, ну, я не знаю, куда они хотят вернуться с такой вот моделью поведения. Сколько времени может пройти до краха империи? Сколько ждать? А вы знаете, это, кстати, вот уникальная сейчас история. Время очень спрессовано, да, то есть мы, конечно же, вот я сегодня посмотрел, это очень хорошо, что мы сегодня посмотрели этот парад, это выступление, да. Мы же раньше оперировали математикой какой? Тяжелое оружие нам необходимо, это ключевое для нас. Санкции должны работать, и пакет шестой должен быть более объемным, седьмой еще помощнее. СВИФ должен отключить всю систему финансовой России. И тогда мы могли бы прогнозировать вот этот момент, когда Россия не сможет выполнять взятые сама перед собой вот эти имперские планы. Завоевать, убить, уничтожить, разрушить и так далее. Но я сегодня посмотрел на вот эту атмосферу, да, атмосферу депрессии, да, паники, которая еще в глазах уже читается, в руках нет, но они вообще дискордантные люди российские. То есть они одно говорят, другое думают, руки двигаются в третью сторону. Ну вот я посмотрел на эту всю историю, мне кажется, что она может быстрее у них начаться, да, вот этот крах такой. Потому что, еще раз подчеркиваю, время спрессовано, а страна, которую все ненавидят, а Россия умудрилась за два с половиной месяца войны ввести в ненависть к себе практически всех союзников. У нее там отдельные страны, которые ее очень любят, это Эритрея, я не сомневаюсь, что это фундаментально великая страна, там Венесуэла тоже, это ключевые страны-союзники, которые обожают Российскую Федерацию. Но в принципе мир, абсолютно адекватный мир, ненавидит просто эту страну за то, что она таким циничным образом распространяет бациллы реального нацизма. Что бы мы там ни говорили, вот это и есть проявление нацизма, то есть человека ненавистнической идеологии, в основе которой лежат вот эти все мифы, о которых говорит господин Путин, периодически, да, это такой вот очень странный микс из каких-то там просто феерических неправильных представлений, которые привели к тому, что он массово убивает людей по признаку принадлежности к другому, в данном случае к украинскому государству. Михаил, ну вот так же, видите, как если говорить о мифе в целом, то он, несмотря на то, что нет под ним никакого фундамента, никакой правды, но какая-то логика хотя бы присутствует. Сегодня вот то, что мы услышали от Владимира Путина, с одной стороны, он упоминает декабрь прошлого года и говорит, что пытался как-то там договориться, и вот страны НАТО, американцы и младшие братья американцев в его изложении якобы нападают, и им некуда деться. И с другой стороны, тут же он говорит о части Украины как о наших землях, ну то есть их землях. И вот эти вот несоответствия даже в рамках, если это вообще мифом можно назвать, это и все истории, как это можно объяснить и о чем это говорит? Никак это мозаичностью можно объяснить, когда расслоение сознания, коллективного сознания в Российской Федерации, они всегда придумывают какие-то истории, что где-то их земли. То есть они там, наверное, в Австралию зайдут и будут говорить, что помните, у нас здесь тоже есть какая-то земля наша, и мы тут должны кого-то убить. То есть они оправдывают свои агрессивные действия всегда придуманными историями, всегда, неизбежно. То есть они до этого немножко начнут там рассказывать о чем-то, потом под надуманным предлогом куда-то зайдут, кого-то убьют и скажут, да, это исторически наша была миссия. Наша миссия прийти, зарезать женщину беременную. Вот это миссия исторической Российской Федерации. Потом они потратят немножко денег для того, чтобы создать миф о 28 панфиловцах, да, ну такой героический, красивый, там флажками красными его обделать и так далее. Вот так Россия выглядит. На самом деле у них сейчас два основных мифа, что везде их обижали за время истории, поэтому все земли, везде это их. Никаких викингов, норманов, никого не было, были только русские. Вот они родились, когда Иисус Христос появился на земле вместе с ним, и вот они все земли, это их земли, они будут их освобождать. В Сирии, кстати, в том числе, когда они уничтожают провинцию Идли, да, точно так же это была их земля, которую надо было освободить. Поэтому давайте на это не обращать внимания. Исторически русские абсолютно никчемны с точки зрения исторического знания. Они не могут аргументировать свои позиции ничем. И второе, для того, чтобы еще как-то что-то оправдать, они везде воюют с НАТО. Вот они себе придумали такую красивую аббревиатуру, я имею в виду не реально существующую даже, а такую красивую аббревиатурку, которую они запаковали во что-то. И они истерически воюют на украинской земле не с нами, не с украинской армией оказывается. Они здесь воюют с НАТО. Здесь такой многорукий великан Геракл целый бегает с мечами в руках, которые с ними воюют. Они такие талантливые, что вот сейчас, буквально вот завтра, они уже там под изюмом, вот это НАТО все в виде Геракла разобьют. Вот Россия будет это продавать всегда. Я рекомендую. Мы же это знаем, да? Я рекомендовал бы. А в принципе уже, наверное, весь мир это и так понимает, что слушать российскую историю в принципе не надо. И можно в принципе не обращать внимания там ни на Ключевского, ни на Карамзина, ни на Радищева, ни на кого, да? То есть можно слушать Путина, потому что вот Путин на самом деле – это большой историк, который рассказывает истинную историю российской земли. Только время от времени меняют эти тезы в истории. Надо вдеть, потому что вот можно упустить момент изменения этой истории. А вы знаете, это всегда-то, когда человек достаточно поверхностный и неглубоко в материале, у него всегда, и он живет в вымышленном мире, ему тяжело просто, он начинает царствовать в какой-то момент. И если человек находится все время во лжи, то эту ложь надо себе в бумажку записывать, чтобы понимать, как ты лгал вчера, для того, чтобы всегда быть в контексте лжи. Но, к сожалению, цари, они не умеют писать на бумажке, не записывают, а секретари боятся им говорить, что вчера мы солгали так, позавчера мы солгали так, давайте вот в этой конве как-то находиться. Нет, поэтому они будут сегодня придумывать себе новую историю буквы «З». Они будут вот эту вот зомбистскую свою историю теперь тоже как-то пытаться ее исторически потом изложить. Ну, тут вопрос, сохранится ли Российская Федерация в нынешнем виде. У меня, кстати, с каждым днем войны, вот сегодня 75 дней, все больше и больше сомнений, что исторически они сохранятся, потому что я не совсем понимаю, а зачем они нужны миру. Они же пришли в этот мир, чтобы его пугать, мы монстр. Они доказали, что это, знаете, такой надувшийся монстр, когда иголочку маленькую Украина вставила в одно известное место Российской Федерации, этот монстр начал сдуваться. И тогда какая у них функция? Они же должны были пугать человечество. Так какая у них теперь функция? Чем они будут пугать? Вторая армия мира? Ну, наверное. Ну, крутая армия, в кавычках. Ничего не скажу. Вы сказали о Старческом. Это то, о чем я хотела вас спросить. Когда смотришь парад, бросается в глаза то, что там нет молодых лиц. И, в принципе, если поднять биографии всего руководства России сейчас, Путину 69, Лаврову 72, Герасимову 66. Не кажется ли вам, что и политика России, это сейчас попытки ухватить былую какую-то мощь России и доказать, что вот мы еще можем, ну, уж не получается ничего. Смотрите, ну, Украина – это же очень цивилизованная, высокоразвитая страна. Мы эйджизмом с вами не страдаем. В принципе, я считаю, что в любом возрасте люди могут быть крайне эффективны. В молодом, в зрелом, в старческом. Это вопрос интеллекта, вопрос эмпатии, вопрос сопереживания, вопрос понимания того, что вокруг происходит, вопрос готовности слушать, слышать и так далее. Это очень важные параметры. Вот этого всего, готовность слушать, слышать, анализировать, интеллекта в России нет. И это отсутствует там на любом возрастной категории. Просто там, что молодые, посмотрите на них, они бегают с такими стеклянными глазами. Мы сейчас всех тут поставим. Они же все немножко употребляют вот эти, скажем, суррогаты, которые влияют на мозговую деятельность с очень раннего возраста. Ну, там массово, это у них, ну, как это, национальная традиция. Национальная традиция приходить на чужие территории и захватывать эти территории. И вторая национальная традиция – перед этим употреблять суррогатные какие-то настойки, которые позволяют смотреть на мир под другим углом, не под реальным углом. Тогда легче тебе приходить и насиловать женщин, например, в Гуче. Ну, ты же по-другому не можешь. Если ты адекватный человек, ты всегда будешь себя сдерживать и так далее. Так вот, мне кажется, что не играет роли, кто сегодня в России находится в структурах военно-политического руководства. И им надо пройти, очень важно, сейчас повторю очень важную мысль, они придумали такой себе термин – деноцификация. Это исключительно идеально подходящий термин для них. Они должны через эту вот субстанцию, через деноцификацию пройти обязательно, все возраста. Потому что посмотрите сегодня, какой беспредельный этот праздник у них в исполнении, когда они детей одевают, двухлетних, трехлетних детей одевают в какие-то картонные танки. Вы понимаете в голове, что у молодых мам, отцов, когда они это со своими детьми делают? Вот эта деноцификация должна состояться в Российской Федерации. И, кстати, если они хотят свою репутацию каким-то образом все-таки вернуть, частично перед человеческой цивилизацией, желательно сегодня спецоперацию поменять вектор, вернуться к себе и деноцифицировать все, что у них там нацифицировано. Но как это сделать? Как это сделать? Ну как, они же приняли решение, исходя из глубинного непонимания реальной картинки в Украине. Они же думали, что здесь их с цветами будут встречать. То есть вот у них такая возможность есть. Пусть они две недели в пропаганде, вот эти толстячки все их расскажут, что мы сейчас проведем спецоперацию, чтобы Россия стала самой мощной, репутационно зрелой страной в мире. Но для этого нам надо будет зайти, повоевать в Воронеже, в Саратове. Я не знаю, где там они хотят провести эту деноцификацию. В Москве, в Екатеринбурге. Все, две недели увидите. И люди на улицах будут говорить, ждем, ждем пока зэшники, ну вот это все зомба, их армия, будет ехать по нашим городам. Я уверен в этом. Ну тут, знаете, как еще одна пословица «Умом Россию не понять», она, наверное, к месту будет тоже. Давайте о помощи военной поговорим более подробно, потому что мы вот сегодня ждем вечером 21.45, если не ошибаюсь, по Киеву, подписание, мы думаем, что должно произойти, есть для этого основания подписание того самого законопроекта, закона о ленд-лизе в Соединенных Штатах Америки. Как быстро сможет измениться ситуация после того, как под этим документом появится подпись Джозефа Байдена? Ну, смотрите, это очень важный сам по себе фактор, да, ленд-лиз со времен Второй мировой не работал, сейчас это будет работать, и это будет ключевое, юридическое, по сути, уже свидетельство для всего мира, что у нас идет элемент Третьей мировой, да, и, соответственно, понятно, кто является ключевым врагом человечества на сегодняшний день. Это очень важные параметры, юридически зафиксированные. Второе. К нам тяжелое оружие идет благодаря тому, что президент активно работает с нашими внешними партнерами, активно их промоутирует тему оружия, необходимости поставок тяжелой артиллерии, тяжелой бронетехники. К нам это начинает заходить. Да, это процесс небыстрый, процесс накопления этой техники небыстрый, но он уже идет. Ленд-лист нам поможет просто ускорить это, насытить большим объемом, да, решить еще дополнительные вопросы по снабжению, да, но нам же необходимо не только оружие, но необходимо еще логистические решения, то есть необходимы базы снабжения, и ГСМ, и продукты питания, и соответствующие другие расходные материалы, амуниция и так далее. Все это будет сейчас решаться гораздо быстрее, потому что уже не будет необходимости через каждый определенный промежуток времени идти в тот же Конгресс, брать разрешение на то, чтобы дополнительную военную помощь на какую-то сумму в Украине обеспечить. Так вот, все это будет ускорено. Я надеюсь, что это будет ускорено максимально быстро, с учетом, конечно, всех логистических коридоров, которые на сегодняшний день есть, с учетом того, что весь европейский мир готов участвовать в качестве логистического звена в этой процедуре. Поэтому я думаю, что это позволит нам все-таки не затягивать войну. Мы бы хотели ее закончить как можно быстрее, потому что все это, вся эта война, она убивает нам как можно больше инфраструктуру гражданскую, людей убивает и так далее. Мы хотим ее закончить как можно быстро, но закончить, подчеркну, на условиях Украины. Это принципиальный вопрос. Я думаю, что этим и стоит резюмировать. Опять-таки подчеркиваю, то, о чем вы сейчас сказали. Это вещь, которая не меняется, во всяком случае, в украинской логике, официальной и общественной. Также напомню, у Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, благодарны и вновь приглашаем в эфир проекта «Фридом». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok